КИМ ФИЛБИ Начал победу на Курской дуге. Ни Черчилль, ни Розвельт не знали о том, что знал Сталин. А знал он практически все благодаря КИМ ФИЛБИ. Помог созданию советской атомной бомбы. Участвовал в мировых событиях середины 20-го века. 30 лет на грани разоблачения. Его прямо обвиняли, что он русский агент. Когда его допрашивали в течение четырех лет, он не сдался, он ничего не выдал. Но у них прямых улик не было. Его побег в СССР стал самым крупным провалом западных спецслужб в истории. Разведка – это игра. Он знал, как играть с этой системой и оказаться в выигрыше. Впервые подлинная история величайшего советского разведчика. Американские самолеты сбрасывают атомную бомбу на Хиросиму. Тремя днями позже на Нагасаки. Весь мир осознает разрушительную силу нового оружия. В Британии и США всерьез обсуждается возможность использования ядерной бомбы против СССР. Мощь советской армии и влияние Сталина не дают покоя западным лидерам. Черчилль произнес свою знаменитую речь в Фултоне, где заявил, что от Штетина на Балтийском море до Триеста на Адриатике возник железный занавес. С этого момента и пошел отчет холодной войны. В Советском Союзе ядерного оружия нет. Сталин активизирует работы по его созданию. Все советские резидентуры на Западе работают над поиском информации о ядерном проекте. Важнейшая информация поступает от членов разведывательной сети под названием «Кембриджская пятерка». Этим занимались и Маклин, и Бёрджис, и Кернкрофт, и другие. Они считали, что они не предают интересы Великобритании или Соединенных Штатах, а они защищают мир, который также необходим и для населения Соединенных Штатов, и для Великобритании, и для других стран, как и Советского Союза. В сентябре 1945 года сотрудник Советского посольства в Канаде Игорь Гузенко передает США имена советских агентов, которые собирали информацию по ядерному проекту. Гузенко получил прозвище «Человек-колпак», так как, опасаясь преследования, появлялся на публике только в нем. На основе его показаний было арестовано более 30 человек. Есть сведения и о двух сотрудниках посольств Британии в США и Канаде, которые передавали данные Советскому Союзу. Позывной обоих – Элли. Первого Элли нашли почти сразу. Им оказалась сотрудница британского консульства в Оттавии Кай Уилшер. Но кто второй Элли – неизвестно. Ясно лишь, что этот человек работает в посольстве Британии в США. Следствие может выйти на Дональда Маклейна, члена кембриджской пятерки и друга Кима Филби. Филби всегда ориентирует, кто из наших работников находится под особо тщательным наблюдением спецслужб, с тем, чтобы мы могли, с одной стороны, подправить их работу или отозвать до конкретных мер против них Советский Союз. Это была работа крайне важная, особенно на фоне измены Гузенко. Советским агентом в Вашингтоне мы пришли к соглашению, что Маклейн должен оставаться в должности как можно дольше. Но как только станет опасно, мы должны будем помочь ему любым способом. Ким был одержим чувством обеспечения своей безопасности и безопасности тех, с кем он работал. Были ли это советские связники, советские кураторы, были ли эти люди из советского посольства, или это были его друзья по маленькой его кружечной пятерочке, как мы его называем, да? Он никого не отставил и ни на кого не вывел. Ким Филби, как руководитель антисоветского департамента британской разведки, делает все, чтобы отвести подозрения от Маклейна. Но расследование ведется в США. Поэтому американские спецслужбы ограничивают доступ англичан к информации. Новая цель Филби – стать представителем британской разведки в Америке. Тогда глобальное противостояние уже достигло, ну, к 50-му году где-то апогея. Ну, я уж не говорю о атомной гонке и о том, что, кстати, советская разведка внесла огромный вклад в создание нашего ядерного щита. 29 августа 1949 года американские станции слежения зафиксировали на территории СССР атомные взрывы. Это могло означать только одно – конец ядерной монополии США. В 49-м году мы провели испытание своего ядерного устройства. Поэтому отпал срок, когда собирались американцы начать ядерную войну против нас. На Западе ищут новые способы борьбы с СССР. Появляется идея о возможности развала страны изнутри. Для этого британская разведка привлекает Степана Бандеру, украинского националиста и террориста, выступавшего против Советского Союза. Степан Бандера был арестован, сидел в Польше в тюрьме за терроризм. Когда в 39-м году Польша рухнула, он оказался на свободе и присоединился к УУ. Он сделал все, что требовалось немцам. После войны Бандера живет в Германии. Англичане, которые обладали великолепной разведкой, попытались использовать вот этих бандеровцев в своих интересах. Британские и американские спецслужбы готовят группы диверсантов, которых при помощи Бандеры собираются забросить в СССР. Их задача – вести подрывную деятельность на территории Украины. Бандеры и его УУН не оставалось ничего иного, как продолжать борьбу, вырезая польское население на территории Украины, и заодно вырезать коммунистов, комсомольцев, русских, украинцев, неважно кто по национальности. Они всегда открыто говорили – Лондон, 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 Лондон пришлет оружие, Лондон нас поддержит, Лондон нас спасет. Всего на территорию Украины было отправлено три группы диверсантов. Каждый как минимум 20 человек. Имя каждого диверсанта, места высадки и их конечные цели Ким Филби передает советской разведке. Но если тебя заранее предупреждают, что в такой-то стране, в таком-то месте, с парашютом, будет выброшено там условно 20 диверсантов, всех фамилий, имена, как у нас говорят адреса, фамилии, явки, все давно известны. Но задержать их труда уже не составляет. Никто из высадившихся на Украине диверсантов так и не вышел на связь ни с Бандерой, ни с представителями британской разведки. Все они были обезврежены. В результате очередного провала спецслужбы обеих стран активизируют поиски крота. Для координации совместной работы решено организовать представительство британской разведки в США. Возглавляет его Ким Филби. Фактически этот пост рассматривался уже как последний этап для того, чтобы потом уже выдвигать на руководителя. Он был в коротком списке вот этих кандидатов на то, чтобы возглавить разведку. Ким Филби переезжает в Вашингтон. В своей просторной американской квартире Ким регулярно устраивает приемы. К тому времени у Филби уже большая семья. Его жена Айлин, с которой они вместе больше десяти лет, и пятеро детей. С 1949 года они всей семьей живут в Вашингтоне. Руководители ЦРУ и ФБР – частые гости у них в доме. Он знал все про ЦРУ. Он имел большой кусок информации про ФБР, да. Но вот эта кухня, она же очень важна, кто где работает, как к кому подойти, да, так сказать, у кого какие слабые стороны. Об этом только можно и мечтать. Поддерживать связь с советским агентом было не так сложно, как может показаться. Мы работали прямо под носом у ФБР. Я доезжал из Вашингтона до соседнего города, к примеру, Балтимора. Там я встречал своего связного и отвозил его в небольшую деревушку, подальше от цивилизации. Там мы отходили от машины примерно на 3-4 километра. Обсуждали текущие вопросы, я получал инструкции, передавал ему материалы. После этого он уходил своей дорогой, а я садился в машину и ехал обратно в Вашингтон. Филби выдал нам целую группу тех агентов или тех источников информации, назвал, которые работали на британскую и, видимо, американскую разведку в разных учреждениях Советского Союза. Естественно, эти люди были обезврежены. Филби продолжает опасаться за безопасность своего друга по кембриджской пятерке Дональда Маклейна. Он мог оказаться в числе подозреваемых по ядерному проекту. Вскоре Ким организует его перевод из США. А в посольство Великобритании в Штатах приходит на работу другой член шпионской группы – Гай Бёрджес. В первые дни Бёрджес живет в доме Филби. Бёрджес обратился ко мне с просьбой остаться у меня, пока он не найдет себе жилье. И тут я допустил серьезную ошибку. В Вашингтоне поняли, что мы связаны. По правилам, два агента одной сети не должны иметь общих контактов. В случае провала одного тень подозрения падет и на другого. Бёрджес мог напиться прямо на приеме и тут же в своем костюме принять душ. Бёрджес говорил, а что я, я кому-то помешал этим? Мне было жарко. Но ведь это привлекало внимание. А излишнее внимание разве оно нужно разведчику? На протяжении долгих лет Ким умело прикрывал агентов своей сети. Но отвести подозрения в шпионаже от Маклейна, который к тому времени уже работал в Лондоне, так и не смог. Американцы включили его в узкий список подозреваемых в передаче данных СССР. Стало очевидно, что вокруг Маклейна сжимается кольцо. Теперь список подозреваемых сократился до 20-25 человек. И было принято решение, что Маклейну действительно надо спасаться. Мы должны были отправить его в Советский Союз. Нужно срочно предупредить Маклейна в Лондоне. Но как? Ни Филби, ни Бёрджес не могут самовольно оставить службу. Это слишком подозрительно. Филби разрабатывает план. Теперь скандальный имидж Бёрджеса должен сработать во благо. Бёрджес ехал на своей машине на какую-то конференцию в какой-то далекий штат. Трижды уситрился за один день превысить скорость и был оштрафован. А потом он посадил за роль незнакомого американца, которого он подобрал в пути. А потом он нахамил всем полицейским, которые пытались его утихомирить. И вот за это он и был выслан. План сработал. Бёрджеса депортируют в Британию. Теперь он должен помочь Маклейну бежать. И Ким ему дал чёткие инструкции. Поезжай, вывези его, помоги ему уехать, но обязательно возвращайся назад. Даже если ты пропадёшь, загуляешь там на неделю или на две в Праге, это тебе простят, у тебя такая репутация. Но если ты не вернёшься, то под колпаком укажусь я. Я отвёз Бёрджеса на вокзал в Вашингтоне, где он сел в поезд до Нью-Йорка, а там на самолёт до Лондона. Я попрощался с ним на вокзале, сказав, вывези Маклейна, но ни в коем случае не беги сам. Причём Ким рассказывал мне, а я ему сказала, только смотри сам, не убеги, шутя. А получалось так, что взял и убежал. И этим он подставил Кима под удар. Я ждал новостей от Бёрджеса. Но спустя некоторое время в британское посольство пришла телеграмма, в которой говорилось, что Маклейн исчез, и Бёрджес исчез тоже. Для меня это были роковые новости. И, конечно, все стрелки были переведены на меня. Британская пресса разразилась сенсацией. В Москву бежали два советских агента – Дональд Маклейн и Гай Бёрджес. Скандал набирал обороты. Под подозрением оказался сам Филби. До конца жизни Филби так и не узнал, что заставило Бёрджеса, которого ни в чем не подозревали, бежать в Москву вместе с Маклейном. Филби был на него очень обижен. Его карьера удачного и удачливого советского разведчика могла продолжаться и продолжаться. Против него не было никаких подозрений. Но когда в Советский Союз сбежал не только уже установленный, скажем так, советский шпион Маклейн, но и Бёрджес, то разведке стало ясно – вот это звено. Первый – Маклейн, второй – Гай Бёрджес, третий – наверное, Филби. По иронии судьбы, спустя много лет в Москве Гай Бёрджес будет жить недалеко от Кима. В Москве, и я это знаю точно, они ни разу не встречались с Бёрджесом, ни разу. Они не общались, насколько я знаю. Но потом, когда вдруг Ким узнал, что Бёрджес умер, ему не сказали, что Бёрджес перед смертью хотел с ним повидаться, он его звал. До конца жизни Кима мучил вопрос. Что бывший друг хотел ему сказать? Мы были в Москве, но Бёрджес, когда он сказал, что он хочет видеть Кима, Бёрджесу сказали, что нас нет в Москве, что мы куда-то далеко уехали. А Киму вообще ничего не сказали. И Ким потом об этом узнал, я не видела большей боли вот в его лице. Как он это переживал, все время говорил. Он даже, говорит, ведь он хотел, наверное, мне что-то важное сказать перед смертью. Своё имущество Гай Бёрджес поделил между друзьями. Дональдом Маклейном и Кимом Филби. А это кресло, вообще, Гая Бёрджеса. Как он сказал, говорит, чтобы в ушки не дуло. Вот так. Он очень любил это старое кресло. Я помню, он гладил, гладил, это сидел. Шляпу, доставшуюся от Бёрджеса, Ким носил постоянно, хотя знал, что она ему совсем не идет. Филби скучал по своему другу, хотя тогда, в 1951 году, побег Бёрджеса фактически разоблачил его. Американцы, они сразу сказали, что виноват Филби, что он является третьим человеком. Через несколько дней Филби отозвали из Вашингтона в Лондон. Официальный повод – дать показания для расследования побега Бёрджеса и Маклейна. На самом деле, под подозрением сам Ким. В этом здании в Лондоне в 1951 году начались допросы Кима Филби. Главному следователю контрразведки Патрику Мельмо в шпионаже признавались даже невиновные. У виновных шансов не было совсем. Следователь начинает с самого коварного вопроса. Как сотрудник советского посольства в Стамбуле Волков оказался в советской тюрьме? Ведь о желании Волкова сдать советскую агентурную сеть знали только три человека. Один из них – Филби. Филби себя очень, конечно, по-умному вел. Не давал себя в какое-то заблуждение. Находился на многие опросы, почему я должен знать это. А это я знаю. И логично совершенно отвечал на какие-то вещи. То есть, когда понимал, что нет доказательств. Я знаю много случаев, в которых виновный был осужден только из-за признания вины. Улик могло быть недостаточно. Так что, если бы не признался, никогда бы не привлекли к суду. И приговоры по таким делам выносились только из-за признания вины. Каждый допрос длится несколько часов. И так день за днем, неделя за неделей. Расчет следователей прост. Никто не в силах выдержать такое давление. Его прямо обвиняли, что он русский агент. Он никогда не признавался. Во время допросов курить Киму запрещено. Так решил Мельмо. Ведь это лишние секунды на раздумье. Взгляд или неловкое движение могут выдать с головой. А Мельмо продолжает забрасывать Кима вопросами. Он очень успешно использовал факт своего заикания, чтобы выигрывать время для решения верного ответа. Несколько секунд, но они ему помогли. Да, он действительно где-то прикидывался. Он усиливал заикание. Он усиливал для того, чтобы выиграть какое-то время, чтобы не попасться в какие-то ловушки. В эти секунды Ким успевает не только придумать ответ, но и проанализировать вопросы следователя. Есть ли у Мельмо весомые улики? Или все построено на профессиональных уловках, чтобы Ким проговорился сам? Я заметил, что улик недостаточно. Если бы улик было достаточно, они могли бы задержать меня и посадить в тюрьму за содействие. Они допрашивали меня. Но у них не было достаточно доказательств. Они допрашивали меня, чтобы сломить мой дух и заставить меня признаться. И все, что я мог сделать, это собраться с духом. Допросы длятся несколько месяцев. Ким запоминает собственные ответы, чтобы не запутаться в показаниях. Ведь следователи задают одни и те же вопросы, чтобы его подловить. В соседней комнате все это прослушивали директор МИ-5, директор МИ-6 и заместитель директора МИ-5. Они сидели и слушали. И как потом писал Дик Уайт, директор МИ-5, говорит, для него было все ясно, что Ким лжет. Да, то есть они где-то в самом начале поняли по его реакции, ну, не знаю, шестым чувством, что он что-то говорит не так. Но доказать этого не могли. По итогам допросов, обвинений против Кима Филби не выдвигают, но отстраняют от работы без сохранения жалобия. У него отбирают паспорт, чтобы он не мог покинуть страну. За ним пристально следят, надеются, что он выйдет на контакт со своим связным. Это были тревожные годы. Дело стало напрямую касаться меня, и мне пришлось покинуть пост. Было достаточно сложно зарабатывать на жизнь. Дом Кима осаждают журналисты. Чтобы уберечь от них детей и тяжело больную жену Айлин, Филби переезжает в квартиру матери. Тогда же он получает первое за годы следствия сообщение от советской разведки. Встреча назначена поздним вечером в пабе на окраине Лондона. Приходится быть вдвойне осторожным. Филби под постоянным наблюдением. Один неверный шаг, и оправдаться уже не получится. Но главное, что о нем помнит советская разведка и поддерживает его. Советская разведка помогла в этот период, подбросила ему немного денег, потому что у него уже пять детей, жена, и он без работы. Надо было психологически не сломаться, и он на связь тоже не мог выйти, ничего попросить, ничего не мог сделать. Газетная травля Филби продолжается. Член британского парламента, полковник Маркус Липтон, открыто обвиняет Кима в предательстве и требует суда. Это было в конце 1955-го, когда один из влиятельных членов парламента, Остин, самый глупый человек в парламенте, назвал мое имя. Меня, как третьего. Обвинение от такой крупной фигуры Филби на руку. Теперь есть повод разыграть оскорбление и собрать собственную пресс-конференцию. Он все еще под следствием. Правда, четыре года допросов ни к чему не привели. На Филби по-прежнему ничего нет. И все же публичное мероприятие – большой риск. В ноябре 1955-го к этому дому было приковано внимание журналистов со всей Европы. Ким устроил эту пресс-конференцию в квартире матери Доры. Цель – доказать общественности, что он не советский шпион, и что британская разведка ложно обвинила его и вынудила покинуть пост. Вы можете сказать, когда у вас прекратились связи с коммунистами? Последний раз я говорил с коммунистом, зная, что передо мной коммунист, примерно в 1934 году. Он их всех, ну, обманул, если хотите, обвел вокруг пальцев. Он не может быть, он не может быть советским шпионом. Он вел себя, ну, как герои говорят до сих пор, в этой, в контрразведке, в английской показывают вот эти фильмы, как надо себя вести. Это что-то, ну, просто великолепно он как бы всегда ответил на все вопросы. Потом Филби устроил небольшой коктейль для журналистов, с каждым поговорил, убедил, доказал. И все журналисты об этом написали. Господин Макмиллан, министр иностранных дел, сказал, что против меня нет улик. Вас удовлетворяет такое заявление? Да, удовлетворяет. Он обладал, конечно, исключительным даром завоевывать людей. Он-то ничего не рассказывал. А ему рассказывали все. На хроникальных кадрах Ким Филби невозмутим. А ведь в эти минуты решалась его судьба. Что скрывалось за внешним спокойствием и улыбкой, догадаться невозможно. Спустя почти 20 лет Ким Филби посмотрит картину «17 мгновений весны» и как профессионал обратит внимание на некоторые детали. «17 мгновений весны». Он посмотрел, потом очень смеялся и говорил, что с таким выражением лица наш разведчик не продержался бы дня. Он моментально становился своим, с потрясающим чувством юмора. То есть очень легкий человек для общения. Уверенности и обаяния учил Филби молодых разведчиков, когда перебрался в СССР. Была организована такая группа молодых сотрудников. И была достигнута договоренность с Кимом о том, что он организует семинар. Все это получилось экспромтом. Просто организована была первая встреча. Это был, если мне память не изменяет, декабрь 1975 года. Маленькие группы, по два, по три, по четыре человека, люди, которые знали английский язык, они играли в игры, которые называются ролевыми. Филби играл, скажем, роль пограничника. Филби играл роль офицера иммиграционного. Филби играл роль мидовца из форин офиса. Он родился в Индии, в семье английских аристократов. Отец работал на британскую разведку. Именно отец дал ему имя Ким в честь героя романа Киплинга, юного британского разведчика. И этим предопределил будущее сына. Киму было всего шесть, когда его родители развелись. Мать вернулась с сыном в Англию. Отец, сын Джон Филби, остался в Индии, а позже перебрался на Аравийский полуостров. Принял ислам. И взял имя Абдулла. Он весь был проникнут идеями арабов. Он отошел от работы на английскую разведку. Считается, что этим он предал, абсолютно предал свою страну. Сент-Джон Филби, английский аристократ, завоевал доверие короля Ибн Сауда и стал его личным советником. Именно на Ближнем Востоке он после долгих лет разлуки встретился с сыном Кимом. В 1956 году черная полоса в жизни Филби, казалось, заканчивается. Ему предлагают вернуться в британскую разведку. Работать под прикрытием корреспондентом газеты «Обзервер» в столице Ливана-Бейруте. Было сказано, что мне следует отправиться на Ближний Восток для СИЗ под прикрытием газеты. Была договоренность с изданием «Обзервер». Многие люди, с кем я общался, отчаянно верили в мою невиновность. Филби, в то время, был таким шпионским или политическим центром Ближнего Востока. Это было очень интересное место с точки зрения сбора политической информации. Ким под видом журналиста собирает для британской разведки важную политическую информацию. Ею же делится и с Советским Союзом. Он смел выявить всех сотрудников британской разведки, работавших на Ближнем Востоке, некоторых американцев. Все это передавалось ему куратору, который с ним был в очень хороших и дружеских отношениях. Каждую неделю Ким готовит свежие материалы для газеты. Недостатка в темах у него нет. Войны, демонстрации, вмешательство американцев в политику Ближнего Востока. Я увидел вот его дневниковые записи, когда он работал в Бейруте. Там огромное количество информации по Ближнему Востоку в период, когда формировалось то, что сейчас вот эти все арабские богатые страны, где сосредоточены мировые интересы, нефтяные интересы, где проходят войны. В 1957 году Ким узнал, что в Англии скончалась его жена. Долгое время она страдала от душевной болезни и умерла в возрасте 47 лет. Ким во всем винил себя. Айлен могла догадываться, что он ведет двойную игру. И она, видимо, знала, какие-то у нее были такие фразы, что важнее, там, предать мужа или предать родину. То есть что-то она могла знать, хотя Ким ей точно не говорил, но она могла о чем-то догадываться. Его пятеро детей остались на попечении бабушек. Увидеть их Филби сможет только после побега в СССР. Дочери говорили, он был потрясающий отец, который возился с детьми, очень их любил, и у них вот эти детские воспоминания, что это был суперотец. Первая встреча со старшим сыном Джоном состоится после приезда Филби в Советский Союз. Джон Филби тогда сделал фотографию отца на Красной площади, которую напечатает «Сандэй Таймс». Это первая фотография Кима Филби после его побега в СССР. Это фото, опубликованное в 1967 году, потрясло Британию и Америку не меньше, чем заголовок статьи «Я работал на советскую разведку с 1933 года». Мировые СМИ тут же подхватили эту новость. Все называли Кима предателем. Критика была такой силы, что дети Филби не знали, как на все это реагировать. Потом, все-таки под влиянием пропаганды, кто-то из них, я сейчас боюсь перепутать, но кто-то говорил, вот, отец предательный, все такое. То есть вот какой-то слом все-таки там произошел. Тем не менее, дети Кима продолжали общаться с отцом и навещали его. К Киму приехала старшая дочь Джозефина и с младшей дочерью Миранды. А у Джозефина было уже трое детей. Ким всегда мучился, как развлекать и куда их везти. После смерти жены Филби недолго оставался холостяком. В Бейруте за ним по поручению британской разведки приглядывал коллега-журналист Сэм Брюер с женой Элеонорой. Обаяние Кима сыграло свою роль. Элеонора влюбилась в 45-летнего англичанина, развелась и в 1958 году в Бейруте вышла замуж за Филби. Филби был женат официально четыре раза. Женщины многое значили в его жизни. Он любил женщин, а женщины любили его. После свадьбы Ким и Элеонора переезжают в новую квартиру. Частенько к ним наведывается старый друг Филби, резидент британской разведки в Бейруте Николас Эллиот. Он полностью доверяет Киму и делится с ним секретной информацией, которую Филби передает в СССР. Филби, он наслаждался вот этой дружбой и все. Но во главе у него все-таки был вот этот стержень, политический мотив. Он не забывал, что он работает там на мировой коммунизм, как он это понимал. Пока Филби находился в Бейруте, в Лондоне продолжалось тайное расследование. Сомнения в невиновности Кима оставались, и вдруг новые факты. Одна дама вдруг заявила публично, что Филби советский разведчик, что Филби пытался ее завербовать. Вспомнила, что он там в 1935 каком-то году ей предлагал сотрудничество с Компартией. Вот тут уже круг замкнулся. Так выстроилось все это в цепочку. Увлечение коммунизмом в Кембридже. Участие в коммунистических демонстрациях в Австрии. Утечка сведений из Испании в СССР во время гражданской войны. А самое главное – дорогу в британскую разведку Киму Филби открыл Гай Бёрджес, советский шпион. Становилось ясно, именно Ким помог бежать Бёрджесу и Дональду Маклейну в СССР в 1951 году. Филби и есть третий человек. Круг замкнулся. 10 января 1963 года. Бейрут. Вроде бы обычная встреча старых друзей в четверг вечером после работы. Но что-то во взгляде Николаса Эллиота заставило Кима насторожиться. Нет, это уже не дружеская встреча. Эллиот приехал как представитель британской разведки с целью получить от Филби письменное признание. Представляете, когда Эллиота сказали, который всю жизнь его защищал, который бил себя в грудь, да нет, этого не может быть, это случайное совпадение. И тут ему говорят, у нас есть неопровержимые доказательства. Для него шок был. Это был очень своеобразный допрос. Эллиот задавал ему абсолютно определенные вопросы, в которых не было такого нотки, так все-таки ты был или не был. Это был уже установленный факт для Эллиота. Ты был. И лучше тебе признаться во всем, пойти на сотрудничество со следствием, и тогда у тебя будет судебный иммунитет. Есть такая практика в Великобритании. Филби все отрицал. Я никогда не сознавался. Это как стоять перед фотографом с советским агентом или немецким агентом. Это фальшивка. Ты можешь просто все отрицать. Ты можешь признавать только то, что у них самих есть. И Эллиот сказал, что ж, хорошо, я уезжаю, у тебя есть несколько дней. И вдруг, абсолютно неожиданно, Эллиот уехал. У Филбы было два дня. Два дня. Что за них можно успеть? Филби так никогда и не узнал, почему Николас Эллиот пожертвовал собственной карьерой ради него и дал ему возможность уйти. А тогда, в январе 1963-го, он и не думал об этом. У него было всего два дня. За эти 48 часов нужно было совершить побег. Из Бейрута в Москву. Как называется, куратор там, кто была связь. Была договоренность. Он в определенное время проходил под его балкон, по улице прогуливался. И если он идет с пустыми руками, то все в порядке. То просто у них встреча назначена. Если у него, допустим, в руках газета или книга, это значит срочный побег просто. Он выходит из дома. И здесь выясняется, что куратор забыл показать опознавательный знак. И сразу они едут в порт, стоит сухогруз. И на этом сухогрузе появляется новый член команды. Он отчаливает из порта. И где-то 23 января 1963 года прибывает в город Одессу. Николас Эллиот был уволен из британской разведки с полным запретом на работу в спецслужбах. Для Британии побег Филби стал сенсацией. Газеты и телевидение все писали и обсуждали побег Филби. Мало того, что он 30 лет работал на советскую разведку, из которых 7 лет был под подозрением и водил за нос все британские спецслужбы, Филби еще сумел бежать и избежать наказания. В конце января 1963-го Ким добирается до Москвы. За заслуги перед Советским Союзом Киму назначают государственную пенсию и выдают просторную квартиру в центре Москвы. Но он совсем один. Без друзей и без семьи. Попал в чужую для тебя, в общем-то, пока незнакомую страну. Никого нет из тех, с кем бы он мог пообщаться. Никто, кажется, не интересуется тем, что он знает. Вскоре после побега Ким пригласил в СССР свою жену Элеонору. Через год она получила советскую визу и приехала к Филби. Но ни страна, ни собственный муж ее не устроили. Ей здесь не понравилось активно. И она уехала к себе в Америку, написала книгу какую-то дурацкую. У Кима были разочарование. В первые годы, после 1963-го, он чувствовал, что может быть очень полезным. Его не пользовали. Он же мечтал, что его назначат как начальника английского отдела. он рвался на его, поместили в золотую клетку. С Руфиной Ивановной Ким познакомился в 1970-м году. К тому моменту он уже 7 лет прожил в Москве. Эта любовь стала для него спасением. На третьей встрече Ким сделал Руфине предложение. Соглашает меня на ланч в Метрополье. Ну, я согласилась на этот ланч. Как всегда, нечего надеть. В результате я опоздала на 40 минут. Я подбегаю, он поднимает голову. Боже мой. Он так расцвел у него. Такая улыбка. Знаете, почувствовала, что у меня сердце стало таять. Понимаете? У него не любиться было невозможно. Но есть такие люди, которые нравятся всем, со всеми находят общий язык. Наконец, он не выдержал. Схватил меня за руку. Хватка у него была очень крепкая. И тут же заявил русско-английскому. Я хочу женаться с тобой. Буквально. Вот. Но передать свое состояние не знаю, я торопела, обалдела, не знаю что. Вместе они прожили 18 лет. Каждая деталь в этой квартире напоминает Руфине Пуховой Филби о муже. Вот если он сидел, вот как я сейчас сидел в этом кресле, рядом стоял столик. На столике обязательно стояла пепельница с сигаретами. Ну, книжка у него была в руках. Он всегда с книжкой. Здесь коробка шоколадная. Он начинает шарить. Хрум, хрум, хрум. Я слышала этот хрум, хрум. Такой аппетитный. На этих уникальных кадрах из архива службы внешней разведки России Ким Филби и его жена Руфина. За пределы стран соцблока Киму выезжать было нельзя. Иначе неминуемый арест и выдача британским властям. Но он с интересом ездил по СССР. Медовый месяц с Руфиной провел в Сибири. Путешествовали только на поездах. Потому что он говорит, может быть, кинапит самолет. И если для других пассажиров это, может быть, бывает не так страшно, а для него это конец. В какую бы страну он не попал, то уже все. Тем не менее, Киму удалось посетить даже Кубу. Тогда можно только пароходом. Но пассажирским тоже нельзя, потому что это опасно. Как считалось, это тоже опасно. Общаться там с кем-то. И остановки тоже нельзя. И тогда долго подбирали какой-то рефрижератор, чтобы без людей. Корабль вышел из Ленинграда поздней осенью. Путь на Кубу лежал через Балтику, а далее через Атлантический океан. Прямо под носом у тех, кто мечтал захватить Кима. Это заняло две недели. Мы просто наслаждались, чтобы вдвоем стоим на палубе, под этим снегом, под ливнем, под ветром. Крошечная палуба. И никого нет. Это была действительно такая трогательная любовь, когда он ее там у окошка ждал. Она буквально поводырем его была вот в этой жизни. Из этого окна он, кстати, смотрел, махал меня. И получилось так, что я встретилась с подругой, с которой давно не встречались, что пойдем в кино. Я пошла в кино. А потом мы заболтались, загулялись там. А он рассчитывал, сколько кино, он все по частям. И, значит, с этого времени вот он стоял и меня ждал у окна. Когда я пришла, знаете, я до сих пор, вот у меня комплекс вины, вот тогда я видела, он дрожал просто, на нервах был. И это тот, кто на протяжении 30 лет оставался нераскрытым, занимая один из самых высоких постов британской разведки. Тот, кто помог СССР выиграть Курскую битву. Тот, кто спас сотни советских разведчиков и агентов. Я всегда видела вот это светящееся вечер, светится окно, и Кима в окне. И я помню это ощущение вот счастья и вместе с тем страха вот такого горя. Я смотрела, когда в окно и думала, что настанет момент, и это будет окно, это может быть пустым. 11 мая 1988 года эта квартира опустела. Кима Филби не стала. Ему было 76 лет. Эта любовь могла бы многое дать и могла бы и продолжаться, если бы вот не такая неожиданная смерть Филби. Ведь когда его взяли в больницу, собственно, ничто не предвещало такого конца. Сейчас, кажется, чего-то я не доделала, что-то я не уберегла там срачами. В общем, все это. А что он совершенно я не представляла, что могут быть такие идеальные мужчины вообще. Провожать Филби в последний путь пришли несколько сотен человек. Сын Джон, прилетевший из Англии, коллеги из КГБ, его ученики и вдова Руфина Ивановна. Последнее желание Кима Филби было, чтобы его прах не вернуться в страну, которую он оставил в 1963-м году, а остался в земле, которую он считал своей с 30-х годов. Как правило, успехи, даже грандиозные успехи, любой разведки становятся известны в результате провалов разведки. Ким Филби 30 лет работал такой объем информации колоссальный и крайне ценный, полезный. Вот в этом-то его огромная заслуга. Принципиальный, честный русский разведчик, который хотел сделать как лучше для мира, не только для своей страны, но для всего мира, и ему удалось следовать своей линии до конца жизни. Поэтому мы говорим о том, что это великий разведчик, гениальный разведчик, и чем дальше он уходит от нас, большое видится на расстоянии, и я вот понимаю, насколько он великую работу делал. Ким Филби человек, который на протяжении всей жизни не поступил со своими принципами, верил в мир и стремился его сохранить. Человек, благодаря которому Советский Союз во второй половине 20 века занимал сильнейшие позиции в мире. Ким Филби, Ким Филби, Ким Филби,